Пока без шайбы и без коньков, но зато уже с клюшкой. Если кто не знает, так начинают все будущие Овечкины, Малкины и Дацуки. Любой именитый хоккеист подтвердит. Сначала теория и физическая подготовка, а затем уже практика на льду. Этим мальчишкам из микрорайона Голованова всего по 4-5 лет. Скорее всего, до конца они еще не осознают, какие перспективы для них открываются в будущем. Но есть родители, которые помогут, направят. А уж хоккей здесь любят и ценят. Интерес к хоккею, естественно, есть. Активно болеем. Ходим в Молот, болеть за свою любимую команду. Ну и по телевидению смотрим. Но пока на коньки ребенок не вставал. Но очень надеемся, что встанет. Обучает ребят тренерский штаб хоккейного клуба Молот. Акция не разовая. Группа компании ПЦБК оказала клубу финансовую поддержку. И весной этого года было объявлено о совместном сотрудничестве. В ответ спортсмены именитой команды будут тренировать головановских мальчишек от 4 до 7 лет. Цель одна. Найти талантливых детей и вырастить из них будущих звезд хоккея. У меня с 3 лет отец поставил на коньки. Кто-то с 7 встает, кто-то с 6. То есть, еще раз говорю, сугубо индивидуально. Талант раскрывается. Он может раскрыться в раннем возрасте, а может в более позднем возрасте. Так что я думаю, тот возраст, который сейчас здесь ребята собрались, 4 годика, это уже нормально. Потому что, видно, уже они... То есть, уже сейчас был соревновательный процесс, как они переживают. Хотя это только начало. Многое, если не все, начинается именно с инфраструктуры. Сегодня в микрорайоне создаются все условия для занятий спортом. К примеру, на стадионе Бумажник, благодаря компании ПЦБК, летом полностью отремонтировали раздевалки и тренерскую. И это лишь малая часть того, что сделано. Вы здесь находитесь, сами прекрасно видите, что у нас прекрасная хоккейная коробка. Недавно реконструированная хоккейная коробка. Футбольное поле, на котором постоянно проходят какие-то у нас соревнования. Свежеотремонтированы санитарно-бытовые помещения, теплые раздевалки, для того, чтобы спортсмены, в том числе юные спортсмены, могли в комфортных условиях переодеваться и готовиться к играм. Компания абсолютно точно уделяет большое внимание здоровому развитию как своих сотрудников, так и членов их семей. Между тем, хоккейные традиции в микрорайоне заложил тренер Владимир Васильевич Шокин. Еще в 60-х годах при поддержке ПЦБК он создал хоккейный клуб и воспитал там несколько именитых пермских спортсменов. Поэтому в том числе и по инициативе местных жителей недалеко от стадиона благоустраивают аллею, которая будет носить имя спортивного лидера и тренера. Уже к середине сентября здесь установят специальные арт-объекты, посвященные Владимиру Шокину. Максим Суханов, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта».